В этом уроке мы разберем принцип ожидания. Этот принцип означает как бы подготовку к действию. То есть как бы должны быть какие-то действия, которые покажут нам, что дальше персонаж будет делать. Например, человек играет в гольф. Для того, чтобы ударить по мячу, ему сначала надо отвести клюшку назад. Вот так и получается, что отвод назад это и есть как бы вот этот принцип. И соблюдая этот принцип, мы сможем добавить больше жизни в нашу анимацию и даже добавить такой небольшой комичный эффект. И как видите в этой анимации принципа ожидания нет. Конечно, иногда это специально пропускается для того, чтобы сделать эффект неожиданности. Это часто можно видеть в каких-нибудь играх жанра экшен, где надо сделать акцент именно на неожиданности и действии. Но если нам надо сделать что-то более естественное, то этот принцип стоит соблюдать. Давайте попробуем поэкспериментировать с этой сценой. Выбираем все контроллеры. Снимаем выделение с глобального контроллера. Итак, вот у нас есть ключи. Добавляем еще несколько кадров. Держим Alt-Control и правой кнопкой мыши тащим вот эту шкалу Timeline. Таким образом у нас будет больше места. Выбираем все вот эти ключи и слегка перетаскиваем их сюда, чтобы последний ключ был на последнем кадре. Нажимаем Play. И вот уже слегка видно, что персонаж собирается делать. То есть он как бы замахивается. Теперь давайте попробуем поактивнее все это выразить. Выбираем все контроллеры. Также не забываем про контроллер глаз. Сейчас нам надо добавить как бы небольшую задержку. Включаем Auto-OK. Держим Shift. И перетаскиваем вот этот первый кадр на шестой. Сейчас здесь у нас небольшие такие прыжки в анимации, но мы потом это исправим. Итак, вот у нас есть как бы небольшая задержка в начале. Дальше у нас как бы здесь идет промежуток, который добавляет как бы движение в задержку. Так, теперь давайте немного подправим позу нашего персонажа. На шестом кадре отодвигаем немного его назад. Так как он двигается как бы вперед для удара, мы передвинем его немножко назад. Как бы чтобы он в изготовку как бы приходил. Наклоняем его тело немножко вперед. Берем руку и немножко отодвигаем ее назад. Вот так вот поворачиваем кулак. Вот здесь в панели Modify ищем параметр Twist. Вот так вот слегка приподнимаем локоть. Поредактируем контроллер плеча, чтобы исправить форму. И теперь добавим вот такого вот слегка поворота для грудной клетки. Теперь правим голову, чтобы он смотрел как раз как бы на объект удара. Так, все отлично выглядит. Он как бы отходит немножко назад и ударяет. Возможно слегка приподнимем вот здесь кулак. Так, перейдем к другой руке. Вот так вот ее передвинем немножко вперед. Он как бы использует эту руку для того, чтобы прицелиться. Берем вот это плечо. Вот так вот слегка приподнимаем его. Вот, я думаю, так лучше. Давайте теперь откроем вот так вот ладонь. То есть таким образом мы добавим больше жизни в нашу позу. Если у нас вещи будут выглядеть приблизительно одинаково, это будет неинтересно. Включим режим local для поворота. Я здесь не буду слишком выделывать анимацию, только чтобы вы поняли сам принцип. Ну и опять же, для того, чтобы персонажа поставить в правильную форму, надо смотреть за реальной жизнью. Старайтесь повторить анимацию так же, как она происходит в реальной жизни. Посмотрите, мы добавили всего одну позу, и уже мы как бы знаем, что персонаж собирается делать, когда он отводит руку назад. Также стоит смотреть за балансом. Вот так вот передвинем нашего персонажа немного. Вот так вот. И как видите, перед шестым кадром, где у нас начинается как бы движение, есть еще несколько кадров, где персонаж немножко двигается. И это добавляет жизни. Выбираем все контроллеры, идем на пятый кадр, держим shift и перетаскиваем на двенадцатый кадр. Снимаем галочу со scale. Таким образом, мы добавили как бы такую небольшую задержку перед ударом, перед тем, как он отведет руку назад. И это дает время зрителю понять, что он собирается сделать. И теперь уже нам надо просто отшлифовать анимацию, исправить все небольшие ошибки. Так, давайте немного поправим кулак, чтобы он как бы был более естественным. Переходим в редактор кривых. Вот Y position. Выбираем ключ на кадре шесть. И используем вот такие вот рычажки. Вот так у нас получается как бы переход более плавный. Итак, в этом уроке мы поняли, где и как стоит добавлять вот этот эффект ожидания. И если пропустить вот этот момент, то зрители могут пропустить то действие, которое мы хотим как бы показать им. То есть, сакцентировать на этом внимание. Спасибо. 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 Продолжение следует...